В Тверской области утверждена новая мера поддержки семьи с детьми. На что еще смогут рассчитывать тверичане, которые стали родителями, узнали наши корреспонденты. Об этом наш следующий репортаж. В Верхневоложье постоянно совершенствуется мера поддержки семьи с детьми. В 2019 году Игорь Мрудене принял целый ряд решений в сфере демографии. С этого года молодым семьям Тверской области, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребенка предоставляют выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки. Еще одна новая мера поддержки была озвучена на форуме муниципальных образований 21 августа 2019 года. По решению регионального правительства, новорожденным, а точнее их родителям, будут вручать подарочные наборы на сумму не менее 10 тысяч рублей. Сегодня уже не стоит вопросов средствах. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, правительство нас практически обеспечили всем необходимым, для того, чтобы мы могли активно, Тверская область, так же, как и другие субъекты, активно работать, развиваться, реализовывать национальные проекты. На обеспечение данной меры поддержки в этом году направят около 29 миллионов рублей. Состав набора будет сформирован с учетом мнения жителей Верхневоложья. В комплект входит не менее 40 предметов. Сейчас мы это обсуждали. Я думаю, это будет перечень расширяться в зависимости от пожелания родительского сообщества. Сейчас идет активное обсуждение в сетях, запущено интернет-голосование. На предмет такая должна быть комплектность и количество предметов для новорожденных. Отметим, что подарочный набор будет вручаться родителям при регистрации ребенка в органах Загстверской области в случае рождения двух и более детей на каждого новорожденного. Еще одна инициатива регионального правительства касается обновленной работы ЗАГСа. Регистрировать новорожденных и получать свидетельства о рождении родители смогут прямо в роддомах. Пилотными для реализации проекта станут три роддома столицы Верхневоложья и областной клинический перинатальный центр имени Бакуниной. Планируется, что там выдавать свидетельства. Сотрудники ЗАГСа начнут уже с октября текущего года. Затем этот опыт будет распространен на другие медучреждения региона, где рождаются дети.